Чем нас больше, тем мы сильнее. Они уже сейчас содрогаются и нервно просматривают каждый ролик, а при упоминании стараются не называть никнеймов. Как вам такое? Сила! Проснувшись с утра в воскресенье, я долгое время не мог понять, что со мной происходит. Я не мог увидеть ничего дальше себя. Сам я был в ужаснейшей агонии и абсолютно ничего не понимал. Впрочем, лучше рассказать постепенно. Все это началось с того звонка в понедельник. И третье, самое главное, переходит на личности. Ангел Касада в своем ролике... Если вы будете на меня выебываться, и вот этот человек или его друг, я скажу тебе, что я ебал твою мать и всех, кого только могу мне вообще поебать. Будете меня дальше там вот оскорблять как-то или в чате, или в ролике, или еще где-то, вы там уже погрозились мне там, все, мне пизда, я сам напросился. Ну, блядь, я буду называть его скортавым, и второй, кто там толстый или кто тхуелстый, блядь, и мать ебал, еще раз скажу. То есть, понимаешь, мать ебал, еще раз. Если через какое-то время выйдет ролик про меня, разоблачение или еще что-то, я же сам напросился, то... Вы... Дол-ба-ё-бы. Официально заявляю на весь стрим. Ну, он долбоеб просто, ну, долбоеб есть долбоебом, ну... Вы знаете, тогда я отвечать на это не стал, по вполне понятным причинам. Видимо, такое невнимание со стороны моей скромной персоны очень сильно расстроило его. Поэтому он не стал брезгать и при любой удобной возможности не стремался упоминать меня в своих будущих видеороликах. Ребят, теперь я играю на Аризоне Чентрех. Здесь играет Ричи, здесь играет Гантеля. Мой любимый за Дэн Семен. Мой любимый за Дэн Семен, Дэн Семен. Это, конечно, все интересно, но я думаю, что для разбора данного человека нужно для начала вспомнить. Или вообще узнать, с чего он начинал на Ютубе. Брулев Плей Канал одного одиозного инфантильного малолетнего дебила из Риги Насчитывающий на данный момент 120 тысяч подписчиков Первый ролик, который есть на канале на данный момент Вышел 14 июля 2015 года То есть аж 4 года назад О май га, хэтшот One more хэтшот Окей Камон, Нью-Йорк Нью-Йорк coming here One, хэтшот Two О, окей Лоу скилл you And лоу скилл you And you And you And you too И имеет название Кэсгу монтажек номер 6 А также на момент записи И озвучки данного видеоролика Имеет 2200 просмотров И 100 лайков А это может означать только одно Видос говно А канал не заурядный Кал душевно больного человека По которому уже давно Психушка плачет Я конечно извиняюсь за такую Излишнюю вульгарность С моей стороны Но Брулев привык все считать в числах В просмотрах В подписчиках Поэтому делаю как он Если на ролике мало просмотров Значит он говно Если на канале мало подписчиков Значит и он говно тоже Ну по логике Брулева Первый же ролик по сампу Вышел через год После последнего монтажа По кс гоу И это было не столько Видео по сампу Сколько приглашение На сервер его закадычного дружка Ну что ж Приветствую тебя Любитель видеоигр Думаю ты включил это видео Не спроста Так как тебя уж точно Что-то заинтересовало Тогда давай задам тебе Пару вопросов Если ты не против Любишь гтасы на андреаспо сети А качественные роллеплей сервера А что насчет взрослой Адекватной администрации Проработанный до малейших деталей мод Который создавался Лучшим специалистом Более двух лет На сервере которого Как позже выяснится Он перестанет снимать Как только другие сервера Предложат ему деньги Мотивируя это тем Что я же уже давно Снимаю на Гранд РП Парай что-то нормальное Ой извиняюсь Другое попробовать Но сейчас не об этом Ну а первый ролик Летсплейного формата Вышел уже 1 марта Того же года И был скучный Однообразный древесней В стиле барона Гейм Короноса Только на тот момент С одним единственным отличием Веб камерой Эти летсплеи Не пользовались популярностью От слова совсем По опять же таки Вполне понятным на то причинам И имели скудное количество Просмотров на тот момент Сейчас их конечно же Значительно больше Но все равно не фонтан Ну а первую тысячу подписчиков Наш другой Ярослав Добил спустя месяц Активной самповской деятельности И вот что он тогда говорил По поводу всего этого Совсем недавно А если точнее то вчера Мы достигли нашей первой отметки То есть 1 тысяча подписчиков И на самом деле Я очень рад Это для меня был В своем роде маленький праздник Поэтому большое вам за это спасибо Вот хотел бы отблагодарить Каждого кто лайкает меня Кто пишет комментарии Кто просто мне пишет Какие-то пожелания В ВК В личные сообщения Или просто мне пишет Дает какие-то советы И реально Каждому человеку Кто это делает Большое спасибо Потому что это Ну это серьезно Мотивирует очень На самом деле Я всегда мечтал о том Чтобы стать как-то популярным Чтобы стать известным Чтобы у меня было еще больше друзей Потому что Ну как бы подписчики Для меня Каждый подписчик Это новый друг Которому я всегда могу помочь Если ему нужна какая-то помощь Какой-то совет Или еще что-нибудь Поэтому Реально Мне как бы хочется Чтобы у меня было еще больше друзей Чтобы у меня было много подписчиков С которыми я мог общаться Которым я мог как-то Которым я мог помогать как-то И так далее Как-то это не особо складывается С тем Что он любит Каждого подписчика Что каждый подписчик Это его друг Просто Видите ли в чем дело Там В том ролике На тысячу подписчиков Он хотел показаться Таким хорошим Невинным И добрым мальчиком А тут Вот как оказывается Каждый подписчик Это новый друг Влакса-вакса Ебал твою мать Блять твой род Чуть не забыл Брулев так же неплохо Я бы даже сказал Просто отлично Преуспел в музыкальном жанре На своем канале Сейчас не шучу Послушайте Миша только Миша столько Миша столько Миша столько Миша столько Миша хитреца Есть только Хэй Механ Хэй хайпмейкер Хэй плакливый чел Ты плак Плак бизнесмен Ты Хэй Миша хей Тут В данном случае Есть даже немного Не его произведения Просто он под них Смешно кривляется Я подумал Ну почему бы это не вставить В новый сампобзор Сезон 2 Я пиздатый Нахуй не уйдет Слил зарплату Твоя пусси на стене Висят со мной плакаты Я пиздатый Молечим я вымиратый Куплю зубы Все в каратах Сугребу буталопатой Я пиздатый Нахуй не уйдет Слил зарплату Твоя пусси на стене Висят со мной плакаты Позориться Я просто не понимаю Как самому не стыдно То есть Я правильно понимаю Человек Который записывает Вот такие вот Музыкальные произведения Искусства Будет говорить кому-то Что кто-то там позорится Ну ладно Ага Только вот эту всю херню Которую он там несет Можно намного веселее Применить против него То есть Парень Возмутился непонятно кем И он думает Что реально снимает Что-то годное Но на самом деле Братан Это полное дерьмо Это худший контент Который я вообще видел На ютубе Знаете Я здесь даже боюсь Вставлять его ролики Потому что у этого Блять Малолетки и мозгов Как у меня Скилла в сампе Ноль Сосет хуй Каждому Чтобы его заметили И сделали какую-то отметку Тем не менее Еще и крутит на каждый ролик Себе просмотр И по 100 лайков Да-да Так и есть И ежу будет понятно Что парень пытается Выезжать за счет других И каким-то чудом Уже собрал Более 5000 подписок Но будем честны Контент Полное дерьмище Но никакого Даже близкого успеха Не видно в нем Это просто пиздец Серьезно У меня нет слов Я не знаю Как рассказывать Про этого человека Серьезно Я не могу рассказывать Про него Но он долбоеб просто Ну долбоеб есть Долбоебом Ну я не могу смотреть На этого отброса Просто человек Долбоеб Повторюсь еще раз Просто долбоеб Повторюсь еще раз Что у парня просто Нет будущего Ну нет Ничего Там даже никакой Дырочки нет Что что-то нормальное Может он из себя Представить И пока он не перестанет Лизать Хуи каждому второму блогеру На тебя может кто-то и подпишется Но на таком контенте Ты не выйдешь Ты уже всем дал понять Что из себя Ты ничего не представляешь Ты тупой мусор Все Так же Наш дорогой Ярослав Очень жаждал популярности Он об этом сам сказал В своем ролике На тысячу подписчиков На самом деле Я всегда мечтал о том Чтобы стать Как-то популярным Чтобы стать известным Именно поэтому Не стремался обсасывать Даже самые Казалось бы Спорные темы Которые его Ну уж никак не касались Даже больше скажу Эти темы Прямо обходили его стороной Но он все равно Умудрялся в них Залазить с головой Так допустим Ролик про Затержение Соколовского Игру Синий Кит Которая на самом деле Не существует вовсе Реакция на шоу С Дианой Шурыгиной И многое другое И это при том Что контент на канале Был сугубо самповский Вот так вот получается Месяц сампа И неделя Другая Инфоповодов А все это только для того Чтобы цифру подписчиков Побольше набрать Но если бы его жалко Да хайпа Душенка остановилась на этом Это был бы не Ярослав Брулев Нет Это был бы хоть немного Здравый человек Когда Брулев понял Что на разоблачениях Можно реально Поднять просмотр и аудиторию В особо крупных масштабах Он взялся их делать Но на кого же Сделать разоблачения Наш торговый экземпляр Не знал И тут В один добрый день Он решил заказать рекламу Для своего сервера по ДМу Вова Brothers and Company Хоть и с небольшой задержкой Но рекламное обязательство Выполнил И Брулев подумал Хм Да чего же тут можно докопаться то Ааа В описании IP сервера Слишком низко стоит Пиздец Вова Как ты посмел Пиздец Вова Это ролик про розыгрыш стикеров Пиздец Вова Да как же ты мог такое сделать Вова Я простил Чтобы ты сделал сборку А ты сделал не сборку Вова Да как же так Вова Ты вставил рекламу В рекламный ролик Мдааа В этом и заключалось Разоблачение Самп ютубер Который тогда был На самом Олимпе Самповской популярности Я без шуток Серьезно Я специально не буду Вырезать ничего Из контекста Чтобы вы сами Посмотрели Уровень Этих предъяв Хотите посмотреть Что там вышло Хотите посмотреть на это Сейчас посмотрим вместе Пишем Brothers In Company Стикеры Халявные Стикеры 9000 Просмотров На этом видео 9000 Хорошо Я не буду никого Винить Хорошо Ну Бывает что видео Не заходит Я понимаю Я просил сборку Я просил Клео Он выпустил Стикеры Вконтакте Он запихнул В рекламный ролик Рекламу То есть Я заказал За 2000 Рекламу И он В этот же ролик Впихнул Еще одну рекламу Это вообще нормально? Рекламу Кстати Этого Канала Диспайер Привет тебе Он вставил ссылку В самый верх А На хедвей И на сайт Вставил в самый низ В самый низ Хотя это мой ролик Я за него заплатил 2000 И я оказался в самом низу Давайте посмотрим Что же здесь И на дмчик На дмчик Моего братюня Брулева IP будет в описании Да Никто же скажет реклама На самом деле Я просто помогаю Братюне с его сервером Это был первый раз Когда он сказал Про IP И последний Он даже не сказал Про хедвей Он не сказал Что у вас обновляется Он ничего не сказал Просто Он типа помогает мне Я же братюня IP в описании Все Я только сейчас понял Что ролик Идет мой Три минуты Я только сейчас понял Что остальные Грубо говоря Две минуты Идет какой-то розыгрыш Стикеров Я заплатил деньги В итоге В моем ролике Реклама Чужого Розыгрыш Стикеров Реклама Реклама Не то Что я просил То Что Вообще Я только сейчас понял В какой я сраке Привет Вов Видел я твою рекламную интеграцию Ты знаешь Мне не понравилось Очень плохо Очень некрасиво Не знаю Мне не нравится Ну хорошо Давай я тебе Переделаю Ты либо деньги возвращаешь Либо идешь нахуй Пидорас Хуесос Мразь Я твою мать Ебал Эм В смысле Так тебе Сделать повторную рекламу Бля Ты позоришься Че ты сказал там Про мою мать Удали Не позорься Долбоеб Ты хули Позоришься Ёб ты еблан Не позорься Долбоеб Ебаны Деньги гони Хуепутала Блядь Лысая Фому ты там На кулаке набил Подлизываешь Всем Позоришься Тут сидишь Пока нормально Ёб ты бля Люди Контент снимают Попробуй не засмеяться Там Летсплей Не позорься Еблана Вот бля Деньги скидывай Я тебе говорю Не позорься Нахуй Иначе я тебе Ебалик В кровь разобью Вот прямо тут Долбоеб Блядь Соберется Весь марафон Тебе лучше не знать Че это значит И ладно Ладно Я видел Разоблачение Похуже Тут хоть Ну какая-то Основа есть Хоть какая-то Доказательная база Собрана И продемонстрирована Хотя Переписку он эту Никому не пересылал И нельзя было Ее даже попросить Но хуй с ней В самом деле Хуй с ней Давайте же послушаем Что Бурлев говорил Про Бразерсен Компани До того как понял Что на разоблачениях Можно неплохо Поднять аудиторию Ролик кстати Называется Топ 3 ютубера По сампу И выпущен он был 7 сентября 2016 года До всего Вот этого вот Ролика С разоблачением Бразерсен Компани Ну и первое место Думаю Многие уже догадались Хотя фиг знает Догадались Не догадались Бразерсен Компани Аля Вова Берет Честно говоря Он от канала Все То есть Снимает На все Самые такие Активные Интересные Темы Сампа Конечно Не вливается Про какого-нибудь Ферамира Я лично не видел Хотя может быть Что-то и было Но 70% его видео Он снимает Чисто чтобы Собрать просмотры Подписчиков Лайки и так далее По сути правильно делает Набирает популярность Он все делает Это красиво Может у него Не супер профессиональный Микрофон Но он делает Все приятно Делает все красиво И главное Очень тщательно Доставляет информацию А чтобы ее и добыть Про информацию Про какое-то Допустим Событие Там допустим Обновление по Сампу Это надо найти ее Прочитать Все разложить по полочкам И после этого Уже доставить ее нам Что занимает Довольно много времени Также еженедельные Сборки на канале Не дают Заскучать В Сампе Поэтому разные сборочки Совершенно-совершенно Какие-нибудь царские Там для принцесс Для ПД Для ФБР Для Гетто Для всего И это довольно классно Ну то есть Вы понимаете Вы вообще-то Улавливаете В чем Феноменальная Истина заключается До того как Брулев понял Что разоблачение Наберет просмотры Бразерсон Компани Был красавцем А когда он уже Это понял То Бразерсон Компани Сразу стал Хуесосом Номер один В Сампе И потом На этого самого Бразерсон Компани Было столько роликов От Брулева Сколько даже Данилу Геррери От меня не снилось Ну честное слово И это все при том Что Брулев До всего этого Хайпа С разоблачениями Поставил Бразерса На первое место В своем топе Ютуберов Помимо многомиллиардных Разоблачительных роликов На Бразерсон Компани Он блять Даже диз Впоследствии На него написал До того Там было все серьезно Кошатник Пошел ты нахуй Стрелки на часах Уже показываю Девять Но это девять Кругов ада Но ты можешь Мне не верить Конец твоей карьеры Стоит не за горами Я беру Бля Дигал И плюс Тэш у тебя Сука Садик Ты мерзкий Лицемерная Мразота Лежишь первому Второму Да пошел ты нахуй Вова Ты лживый Кидаешь всех на бабки Отговариваясь тем Что бля Ну сори брат За каждый рубль Отцовского леща Что понимал И осознал Что так блять делать Но нельзя За каждый стиллер Хуйца тебе врата Чтобы свой поганый рот Ты на отца не открывал Безмозговый ты дурак Твердил уебок мне Но не я же блять Набил свою фаму на кулаке Да мне похуй на него Да мне похуй на кэш Твердит Вова Сидя в моей группе Тырка и рефреш Надеюсь Ты усвоил урок Да но я не батл рэпер Но сотру вас порошок Порошок лжи Мести Броня и чести А если Мы похлопаем все вместе И под этот клэп Я скажу вам лишь одно Вова Ты ебаная дерьмо Сука Ну и на этом Чтобы вы понимали Брулев не остановился После этого У него были конфликты С Пирс Проджект Откуда о нем и узнала Больше честь его Нынешней аудитории Лично я о нем Именно оттуда и узнал Где он полил данный сервер Абсолютным говном Криками Неадекватством И показом переписок Создателями проекта Вызав при этом Многие слова создателей Проекта из контекста Практически не дав им Права оправдаться И уничтожив Всю деловую репутацию Данного проекта По сути Загубив бизнес людей Красава Но и это еще не Вся биография Канала Брулев Плей В поисках хайпа Наш дорогой Ярослав Залез на еще один Хайп трейн Под названием Попробуй не засмеяться Челлендж GTA Sam Версия Тут разумеется Никаких конфликтов Или уничтожения Деловой репутации Не было Однако Нельзя отменить тот факт Что это контент Для малолетних даунов И именно с этих роликов Он набрал тот пласт аудитории Который разгружает Дизлайки Абсолютно всем GTA Sam Выражающим Какое-то негативное мнение Про Брулева Да не обязательно Негативное мнение Вы можете выразить И нейтральное мнение И какое угодно мнение Либо вам просто Не нравится Брулев Как человек Нет даже Не как человек Как персонаж На ютубе На GTA Sam В ютубе Вы попадете Под волну хейта От его малолетних идиотов И не исключено Что я от него тоже Чаще всего Это может быть просто Ха-ха-ха Ребят Разгрузите дизлайки Ха-ха-ха Как же это смешно Ну или вроде того Это именно та аудитория Которая до сих пор Ненавидит Brothers and Company При том что Брулев С Бразерсом Вроде как Помирился Даже из сборок У друг друга Что-то заимствуют Как же это мило И это именно та аудитория Которая поставит Дизлайки Под данный обзор И вы знаете Это даже не вершина Айсберга Это предисловие Одного большого Громадного Огромаднейшего Айсберга Под названием Брулев Плей Блядь Да как он посмел Ааа Нет 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 Я просто не могу Этого допустить Как же такое В принципе Может быть Я столько лет Строил карьеру Столько лет Вылизывал Жопы этим Да уже и не важно Блять Ну что Я так поняла Ты все таки Прочел статью этого Сочувствую Чего я звоню Да Сегодня черная попойка В честь коронации мэра Вечер обещаю быть жарким Я твое отношение По поводу этого знаю Но сходить стоит Только ты там полегче Отосажаюсь Но вы знаете Все бы ничего Снимал бы он свои ролики Лестплейного формата И дальше Делал бы Попробуй не засмеяться Челлендж И прочие Горячолюбимые форматы На его канале Просмотрами которых Он так сильно любит кичиться Смотрите Ублюдки немощные Смотрите Челядь ебаная 200 тысяч просмотров У вас такого Никогда не будет Смотрите И завидуйте Грязь из-под ногтей У меня были Блять Моменты Которые Которых ты никогда В жизни не добьешься Вот 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 они Ах Ах Красота Смотри Да 50 тысяч 30 40 40 70 40 120 50 90 Блять 33 40 Ах Прям реально плакать хочется Вот это были времена Да Ребят Так вот Все было бы ничего Если бы не одно Роковое видео На его канале После которого Даже самым казалось бы Отбитым И скептически настроенным Людям стало Все понятно Как минимум В сегменте GTA Как минимум Как минимум Ютуберам Из сегмента GTA Самп Ютуба Как минимум Адекватным Ютуберам Из сегмента GTA Самп Ютуба Вы готовы? Конфликты Ютуберов GTA Самп Канал Биг Умирает Самп Кто вообще Ничего не шарит В принципе Я тоже Ничего не понимаю Но Я попытался Разобраться Первый блогер Ангел Касада Высказался Про Луняшу Что она там Такая Секая Не такая Луня Это 15-летняя Девчонка Которая Занимается Ютубом Снимает Видеоролики В формате Тофик Дипсайз То есть Это абсолютная Копия Отличается Только тем Что это Тофик Дипсайз Женского Рода Луняша Записала Ответ На видео Где Луняша Удалил Этот ролик Поэтому Я не могу Вставить Никакой Отрывок Оттуда Ангел Касада Ну блин Куда молчать Тебя тоже В ответ Оскорбили Да и просмотров Побольше Собирает Чем обычные Ролики И здесь Он это Подхватил И начал Снимать Уже Второй ролик Третий Ролик Четвертый Ролик И извините Я честно Скажу Я не буду Врать Я В принципе Такой Знаете Самповский Соболев Как вы Какое-то разоблачение Тотальный слив Кого-то там Непонятно Извините Я такое Смотреть не буду Я не буду Тратить целый час Даже 15 минут На его ролики Честно Конфликт Не из чего Я в принципе Примерно понимаю Что просто Тупая критика И друг друга Они рекламируют Те самым Все Но знаете Этот хайп Будет ненадолго Ой Бля Нет Ну ты че Серьезно Бля Алло Брулев Привет Как дела-то У тебя Расскажи Вот столько лет Столько зим Не виделись Ну скажи Я сасал Меня ебали Ты че Долбоеб Ты это Вообще К чему Да бля Опять красота Этот хайпится Я Чего-то Не понимаю А он Тут вообще При чем Семь раз Отмерь Один отрежь Ты бля Вообще О чем Говоришь Сука Мы вообще С тобой Об одном И том же Разговариваем Ну я же говорю Все для просмотров Делают Ни стыда Ни совести Нет Бля Ты реально Уже поехал Тебе может Прокапаться Или Я не знаю Это просто Не шутки Уже Ты везде Видишь Какой-то Хайп Какие-то Просмотры Ты о чем Вообще Тебе просто Позвонил Узнать Как у тебя Дела Бля А И ты Туда же Хочешь На моем Честном Имени Захайпить Так вот Че я тебе Скажу Не получится У тебя Долбоеб Разумеется Я не стал Такую хуйню Терпеть Да и мне кажется Что никто Бо не стал Когда человек Просто ни в чем Не разобрался И захотел Высказать Свою Популистическую Позицию Я просто Не мог Молчать Меня Переполняло Недоумение Ну как Как человек С такой аудиторией Может нести Такой Сука Бред И вот Тогда Я выпустил Ролик Для меня Было Большим Шоком Что кто-то Серьезно Может В данном Конфликте Заступаться За Луняшу Реакция Бурлева На все Это было Соответствующе И третье Самое главное Переходит На личности Ангел Касада В своем ролике Если вы будете На меня Выебываться И вот Вот этот человек Или его друг Я Скажу тебе Что я Ебал Твою мать И всех Кого только могу Мне вообще поебать Будете меня дальше Там вот Оскорблять Как-то Или в чате Или в ролике Или еще где-то Вы там уже Погрозились Мне там Все Мне пизда Я сам Напросился Ну блядь Я буду называть его Скартавым И второй Кто там Толстый Или кто Хуелстый Блядь И мать Ебал Еще раз Скажу То есть Мать Ебал Еще раз Он долбоеб Просто Ну долбоеб Есть долбоебом Ну Это было наше Первое с ним Знакомство Вплотную Если до этого Я считал Что он хоть Немного Хоть каплю Работает над материалом Проверяет информацию Или делает что-то Подобное То тут мне Абсолютно Все стало Более чем Понятно Наиболее Тупого Наиболее Инфантильного Наиболее Худшую Слабохарактерную Мразь Который просто Фармит И фармит Эти просмотры За просмотрами Ролик за роликом Вылизывает Жопу за жопой Каждому человеку Лишь бы побольше Подписчиков Поднять И стать Наиболее Популярным Найти Нельзя было Это Апогей И не смейте со мной Спорить Что он вылизывает Жопы Дабы стать Как можно Более популярным Он сам сказал Что всегда хотел Стать популярным Не мудрено Что он пойдет На все что угодно Дабы вот эту Свою мечту Выполнить Поплотить в жизнь Называйте Как хотите На самом деле Я всегда мечтал о том Чтобы стать Как-то популярным Чтобы стать известным Он долбоеб просто Ну долбоеб Есть долбоебом Ну Вот так вот и получается Брулев Твое прошлое Всегда будет против тебя В медиапространстве Это же Каким нужно быть Олухом Чтобы даже Андрюха Киевский Высказался на эту тему Киевский Блять Один из самых Неконфликтных людей Спешом Напомнить Ярослав Брулев Ничего против тебя Не имею Но объясни пожалуйста На хера ты взялся Снимать аналитическое видео Если в ситуации Не разобрался Ты у нас Самповский Соболев И тебе кровь из носа Нужно снять видос О конфликте двух ютуберов Окей Снимай Но неужели Нельзя было копнуть Чуточку поглубже Люди ведь посмотрели Твой видос И подумали Что Ангел просто так Ни с того ни с сего Начал хуесосить Девочку ютубера Это совершенно не так И я вам сейчас поясню Что и как Было И вроде как После всего Этого Как лично показалось Мне Все более или менее Улегло С Ярославом Мы больше не сталкивались Да и мне честно говоря Не особо хотелось Возвращаться к этому Омерзительному Во всех пониманиях Человеку К настоящей Халатной суке Которая может Оклеветать Честного человека Просто потому что Общественное мнение Или мнение его С позволения сказать Сам Ютуберских друзей Которому он активно Анализывает Не совпадает с мнением Человека Который говорит Правду Ведь зачем разбираться Анализировать Зачем высказывать Объективную точку зрения Уебан Ой Вернее Аудитория преданных детей Ведь и так Все схавает Без лишних эмоций Да еще и добавку попросит И я уже стал забывать Про него Как вдруг Растин стримершу В прямом эфире Я с вашего позволения Вставлю наиболее Пикантные моменты Со всего этого гейства Ой извиняюсь Гейства Ну дабы вы получше Понимали картину Всего происходящего Давай Олеся Нам уходить Еще 850 лайков Все две вещи снимаешь Нет Нет Давай Прикроем пока что Можно Растин Давай Ну быстрей Оооо А в смысле Иди сюда Дрочим пацаны Не еще не дрочим Сейчас сейчас Сядет Сядет А где сись А что это там Не видно Не видно ничего У тебя там тоже Ничего не видно Давайте 900 лайков И еще джинсы Давай нет Ну давай Да ты до 900 лайков И все Олеся снимает Шорты Джинсы И мы погнали Ярик Ты что дурак Столи 900 Все А что ты хочешь Джинсы еще Ты трусы снимай Думаешь Я трусы не могу снять Снимай давай Так я голый Давай снимай Ну показал Трусы А че А че Я сижу Блин такая Не подгляду Ой что это такое Ничего не видно Олеся давай Джинсы и погнали Ты не дурак что ли А что Время давно А что у тебя под джинсом Ничего Ну так а че Нет все давай В следующий раз В другой раз Ладно все Всем пока Спасибо что вы были Погнал одеваться Вот такие всякие Прикольчики А на стриме бывают Нон рп развод Ну в смысле Охренеть Олеся если что Тебе видно Ты серьезно? Да Тебе было видно Стало такое Раздевается Пошли в баньку Олеся И тут я Просто напросто Не выдержал И записал Вполне себе Такой лояльный ролик Нет ну вы только Послушайте Что я там говорил Я так мягок Никогда и ни с кем Еще не был Как в этом ролике С Брулевым Таким образом Стрим продолжался Около часа С небольшим За этот стрим На Ярика подписалось Что то вроде 163 человек Что достаточно Неплохо Для самповского канала Но это хуево Как тогда добился Подписчиков За счет выставления Своей девушки Полнейшей шалавой Которая за какие то Ничтожные подписки Может раздеться Прямо на стриме На сотни Тысяч людей Которые в дальнейшем Посмотрят записи Этого стрима Нет Не поймите меня Неправильно Я ни в коем случае Не мэлфак Я не хочу сказать Хорошо это Или плохо А судить или наоборот Одобрить поступки Ярика Это пусть решает Он сам Но на самом деле Было видно Что это не инициатива Самой девушки А ее так сказать Заставил Ярик Он наглядно Показал то Что на каком то Своем контенте Возить уж явно Не сможет И проще Раздеть свою девушку На стриме Чем стараться Придумать что то Оригинальное И необычное Так вот К чему же я клонил На протяжении Всего этого ролика Ярик Вот теперь Обращение к тебе Надеюсь Ты понимаешь Что после твоего поступка Комментарии по типу Шлюха Шалава И другие В адрес твоей девушки Будут совершенно Не беспочвенны Теперь твоя девушка Это публичный человек Который так же как и ты Может быть подвергнут Критике Со стороны здравомыслящих людей Ну или людей Которые просто не боятся Высказать свое мнение Ярик На данный момент Ты мне совершенно Не интересен В плане полного Многочасового Обзора на тебя Но так как ты Просто неуместный Клоун В целом Практически все Самперы За более-менее Редким исключением Так или иначе Являются Клоунами Которые Развлекают Публику И ты на данный момент Не исключение И ты это Сам доказал Тут даже спорить Можешь не пробовать Просто на данный момент Есть клоуны Всяко поинтереснее тебя Не обижайся Если что Надеюсь что Очередь рано или поздно Дойдет до всех В том числе И до тебя Очередь до Брулева Как вы понимаете Все таки дошла Нельзя сказать Что он сам Не приблизился К этому моменту Напротив Все его действия В последние полгода Так или иначе Все больше и больше Подбодривали меня на обзор Но сейчас Это не так уж и важно Реакция же на мой Вот этот вот Абсолютно безобидный ролик Была Да в общем Смотрите сами Мне добавить больше нечего Я не хотел этого делать Но ты сам напросился Ролик в стиле Ярослава Бреликова Это почти самый легкий тип роликов в мире Пидор Ой Заебали эти ноунеймы и баны Семен Пидор Йоу 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 Заебали Пидорас Семен Как Денис на троне Йоу Века на меня пиздец Я тронут Антихайп поконя Брулев одел корону Ты Семен Петрила Это есть законе Йоу Жополист Не только Я хочу тебе в рот Понимай Все это как смешной анекдот Закрой свою пасть Сейчас говорит твой босс Ангел Касада Как дела? Обсос Я лучший А ты держи за счет конфликтов Ты бы трахнул свою мать За 20 виртов Ты мерзкий парень Какой-то дурень Пытаешься пиариться Пиздец Позорно Но все же Ты ведь новатор Сперма Шепелявый хуй Собрал все нервы Эй ты Семен Ты грязный пидор Просто люди клоп Твои мамаши клитор О да Это не диз ебучий Который ничего не даст Но по сути Ты муден Пиаришься за счет других Лишь бы отлизать Хуёв чужих Ах да Мы же ведь все говно Никто не достоин Контента твоего Ты уёбок Персонаж зеленый фон Вот и показатель Уровень миллион Хуёвый клип Не то говорит Тут сразу пиздозады Что-то пиздит Данил Семен Недоношенный отброс Серьезно? Пачку ты прикроет До меня ты недорос Угораю в голос От твоих разоблачений Среди умственных Отсталых Ты первый гений И ты все же скажешь Что диз ни о чем Так продолжаться не будет Дальше не придумал И видно как парень Старается Отчаянно старается Набрать себе аудиторию За счет каких-то конфликтов Он пытается на кого-то наехать И получить ответку Но все это время В принципе я молчал Максимум что я себе позволял Это написать какой-то комментарий Под его ролик Или под его пост вконтакте Я всегда говорил Что ты позоришься дурак Ты позоришься И вы можете спросить Что я вам тут такое показываю Да все очень просто Совокупность всех этих видеороликов Начиная от моего ролика В поддержку Ангела Касада И заканчивая роликом Про его шлюху Побудили его разразиться Аж отдельным Выпуском новостей про меня Точка кипения Была успешно достигнута И мы получили Именно вот такие вот Два видеоролика В мою честь Первым видеороликом был диз А вторым Как вы понимаете Тот самый злосчастный Выпуск новостей Ведь скорее всего Его шлюха увидела ролик В котором ее назвали шлюхой Причем вполне справедливо И вынудила его ответить Ну ответь же Ответь Ты чего Однако и после этого Ее не перестали считать шлюхой По вполне понятным на то причинам Ссора Расставание А потом произошло Вот это Не хочу конечно хвастаться И говорить что это все из-за меня Скорее всего это совокупность всех событий Которые были с Брулевым И его шлюхой Ведь его халатное Буквально варварское отношение К девушкам Которые у него были Точно указывали на то Что он гей Ведь разве не гей Будет носить рубашки в обтяжку Прям на ролик Ведь разве не гей Будет носить женские очки На прямой трансляции Прямо на людях Ведь разве не гей Поезет к себе в комнату Картину со своим другом Ведь разве не гей Будет указывать на свою доминирующую позицию И постоянно возвышать себя В глазах других людей Рассказывая что он чей-то там босс Причем это прослеживается Как в обычных роликах Так и в его музыкальных произведениях искусства И я ничего не придумываю Послушайте сами Суть была такова Что я записал тоже Дисчеллендж И мне надо было на кого-то Ну и конечно же Здесь попался тот самый человек Держи Специально для тебя Тот самый Брулев Тот самый царь Твой босс Записал на тебя Дисчеллендж Тот самый Брулев Тот самый царь Твой босс Босс Закрой свою пасть Час говорит твой босс Закрой свою пасть Час говорит твой босс Дисчеллендж И такая мани величия у него постоянно Он рассматривает объекты своего Разоблачения Не только со стороны разоблачения Но и как объекты сексуального сношения Мне страшно Но так или иначе мы отвлеклись Так вот Что там про девушку? Ладно, все Всем пока Спасибо, что вы были Вот такие всякие Прикольчики А на стриме бывают Нон РП развод Ну в смысле охренеть? Олеся, если что, тебя видно? Ты серьезно? Да, тебя было видно Стало такое Раздевается Пошли в баньку Олеся Следующий вопрос тоже Меня вот больше всего раздражает Это вообще связанное не с Ампом Просто я не хочу об этом вспоминать Олеся Где же Олеся? Куда Олеся пропала? Ты что, с девушкой постарался? Или еще что-то? Запомните раз и навсегда Больше про Олесю, пожалуйста, ни слова Я это забываю И так уж получилось, что Я ей, как бы это глупо не звучало Типа Отношения со мной ей не нужны Ей не нужны Типа, я ей не нужен Все, типа Короче, я не тот был человек Как это оказалось Который ей был нужен Поэтому все Ее больше нет Прикольчики Аааа На стриме бывают? Олеся, если что, тебя видно? Ты серьезно? Да, тебя было видно Короче, я не тот был человек Как это оказалось Который ей был нужен А эта песня Посвящается нашим любимым девушкам В честь великого дня Дня 8 марта Целый день стоял я Под дождем и мог Чтоб твое ебало Я увидеть смог Ты не пришла И хуй с тобой Как будто нет Другой такой Мне не нужна Любовь твоя К другой Счастлив буду я Но если я тебя Увижу вновь Я расшибу тебе Ебало в кровь Чтоб не ебало Ты мозги нам Пацанам Ой, блядь Я не хотел Бля-бля-бля-бля-бля-бля Та статья про раздевание женщин На центральной улице В ванной площади Она Она Блядь Она ужасна Она отратительна Господи Как же отратительна за себя Как же отратительна за нее И что теперь делать Бля Это Это же Это же, блядь, клеймо Это клеймо На всю ебаную жизнь Господи Сраная попойка Что только в голову не придет Ярик Я тебе редакционный агент Или мамочка Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Короче Я вообще не хочу Лезть в твои дела Но Та юная особа С которой тебя видели Под утро Короче Будь осторожнее Ты можешь поднять шум Вплоть до знаешь кого Вот именно И вы знаете Забавную вещь Я не единственный На кого Брулев Выпускал свое Разоблачение Или просто Ответ на Разоблачение Как я уже сказал До этого Был и Бразерсен Компани Но был и другой человек Давайте же Послушаем Что он говорил Тогда про других людей И сравним с роликом Про Меня То чел Спермис Иди отсюда В натуре Не позорься Я всегда говорил Что ты позоришься Дурак Ты позоришься А почему так жопа горит Я не понимаю Дядя Как тебя там звали Я тебя забыл уже Скайлис Спермис Как тебя Палов бы назвал Ты че Ко мне в комменты Что Спермис Что лежишь Первому Второму Да пошел Ты нахуй Лизать Что лежишь Если вы думаете Что я это откуда-то Повырывал И на самом деле Это не так То знаете Я поверхностно Посмотрел пару роликов Которые первые Попались на глаза Или которые первые Я смог вспомнить А если залезть в стримы Ох Я уверен Там все дичайше Плохо с аргументацией Да что там С аргументацией С элементарными Оскорблениями Если вы будете На меня Выебываться И вот Вот этот человек Или его друг Я скажу тебе Что я Ебал твою мать И всех Кого только могу Мне вообще поебать Будете меня дальше Там вот Оскорблять Как-то или в чате Или в ролике Или еще где-то Вы там уже погрозились Мне там Все мне пизда Я сам напросился Ну блять Я буду называть его Скортавым И второй кто там Толстый Или кто Тхуелстый Блять И мать ебал Еще раз скажу То есть Мать ебал Еще раз Помнится Моей маме Которая в этом Абсолютно ничего не понимает И является абсолютно Немедийным человеком Которого я никогда Нигде не Блять Показывал Никогда нигде не упоминал Вы Все свои конфы Мрази Составляли письмо Писали что-то Про матерное Оскорбление личности Оскорбление матерей И прочее Говорили мол Что это может быть Неприятно Для людей Которым это Адресовывается Причем вам даже Смелость не хватило Со своей страницы Написать уебки Засали что на вас Обрушится хейт Или мне стоит напоминать Как Данте Секлева Удалял каждый комментарий Связанный с этой темой Так вот Я хочу чтобы вы знали Я говорю это полностью Искренне И считаю что вы В самом деле Являетесь теми Кем я вас называю Потому что такое мнение Насчет всех вас У меня сложилось После в том числе И этого стрима Где Брулев Как вы смогли заметить Не отказывал себе В разного рода Выражениях Я скажу тебе Что я Ебал твою мать И всех Кого только могу Мне вообще поебать Все мне пизда Я сам напросился Ну блять Я буду называть его Скартавым И второй кто там Толстый Или кто Тхуелстый блять И мать ебал Еще раз скажу То есть Мать ебал Еще раз Если вы Мало ли не заметили То вплоть до этого С стрима Брулева Оскорбления родителей Людей не проскакивали Вообще И если где-то и были То максимум В художественных зарисовках И я лично Ваших матерей И ваших родственников Не выслеживал И ничего подобного Им не писал Так как я считаю Что такие конфликты Должны решаться Исключительно медийно И исключительно С медийными людьми Так вот Еще раз Насладитесь нарезкой Брулева Которую я разумеется Повырвал из контекста То чел Спермис Иди отсюда В натуре Не позорься Я всегда говорил Что ты позоришься Дурак Ты позоришься А почему так жопа горит Я не понимаю Дядя Как тебя там звали Я тебя забыл уже Скайлис Спермис Как тебя Палов бы назвал Ты чего Пришли и пишут ко мне В комменты Что Спермис Но все же Ты ведь новатор Сперма И пока он не перестанет Лизать Хуи Каждому второму блогеру Чтоб его кто-то там Заметил Кто-то сделал ответку Типа меня Ты мерзкий Лицемерная Мразота Лежишь первому Второму Да пошел ты нахуй Во вот Да Да Это не так Я поврывал из контекста Какой же я плохой Нет серьезно Если вы зайдете На любое Разоблачение Брулева На любой конфликтный ролик Брулева На еще какой-нибудь Ролик Брулева С какой-то малейшей Полемикой Везде он сука Скажет что ты позоришься Везде он скажет Что ты кому-то подлизываешь Только вот он Никогда не говорит Кому и как ты подлизываешь Хотя всегда просит Пруфы Насчет своего подлизывания Но вы знаете Это уже другой разговор Так же скажет Что ты пидор И на десерт И сковеркает ваш ник Скайлес Спермес Задан Семен Просто сперма Ангел Касада Ангел Кастрада Такое чувство Что Брулев Застрял даже не в школьном возрасте Нет В детсадовском Это же тогда Все как-то коверкали Имена или фамилии Так вот Брулев Это тот самый детсадовец Поздравляю Бля Мы его нашли А знаете почему он так говорит Ну потому что у людей Которые говорят что-то против него Как там допустим Брзлсен Компани Как там я Как другие люди У них есть аргументы И они серьезно И небезосновательно говорят Что Брулев подлизывает Это уже всем давно понятно Все эти вот совместные стримы С ютуберами Вот эти вот разговоры С Владиславом Павловым Когда ему удалили канал И слова поддержки Блять Лицемерные Слова поддержки Как же это все Выглядит смешно Именно Брулев Предложил Прирекламировать Новый канал Владислава Павлова Именно Брулев Больше всех топил За то Чтобы на него подписывались Именно Брулев Отсматривал все ролики Про удаление Канала Павлова И все это Только для того Чтобы лишний раз Подлезать в жопу Красава Молодец Охуительно Прямо так держать В этом плане Я его поддерживаю Более того Я прорекламирую Его канал Если основной Не будет разблокирован Я считаю Кому Ха-ха-ха Прореклами А-ха-ха-ха А-ха-ха-ха А-ха-ха Прореклами Вам наверное интересно Почему на свой обзор Или на свое Разоблачение В своем выпуске новостей Брулев взял Именно меня Почему не Ангела Касада Ведь у него тоже Выходили ролики Про брулевскую шлюху Которая раздевалась За лайки И подписки на канал Это все очень просто Количество моих обзоров На людей В тот момент Превышало количество Роликов Про этих же самых людей У Ангела Касада И это не пустые слова Он об этом сказал Сам В своем Ролике на меня Этот малыш Считает Что он может критиковать И просто пытаться Унизить Любого На его канале Вы можете найти Какие-то саны Обзоры Разоблачения Это не разоблачение Сразу вам говорю Ну попытки Кого-то там разоблачить Допустим Павлова Даба Джизуса Герреру Меня Несколько раз Посмотрите Сколько же тут людей Он назвал Его ролик Это не просто Мещение За то что от него Ушла его шалава А еще и высказывание Этокой солидарности Другим бездарным ушлепкам Допустим Допустим Павлова Даба Джизуса Герреру Меня Несколько раз Вы представляете Сколько зайцев Он убил за один ролик И солидарность Блогерам Высказал Молд Смотрите Он вас разоблачил А я вас защитил Опустив его Какой же я все-таки Пиздатый А все это сделано Для того Чтобы лишний раз Подлизать Брулев Очень сильно Любит подлизывать Да так что Уже сам за собой Этого не замечает Даже уже тогда Когда его реально Тыкают в этом мордой Подлизыванием Долоренди И Подлизывание Долоренди Где А где Причем с Долоренди В общем Ладно И другим Популярным Ютубером Где Ну почему Он не закрепляет Свои слова Кому я подлизываю Что ж такое Организация Совместных стримов Где он там Организация Совместных стримов А ну-ка С жопой Писунами Своими костями И так далее Раздевал свою девушку За лайки В общем Брюлев Ничего Нормального За всю историю По сей день Не сделал Сука Подчеркнули уже Даже ролики В которых Так или иначе Есть подлизывание А таких роликов Блять Весь канал Искать Не сыскать Просто пиздец Ну что ты там Увидеть не можешь Ну господи Ооо Подлизыванием Долоренди И Подлизывание Долоренди Где То есть Свои грехи По сути Которые во время Всей его карьеры Вешали на него Он повесил на людей Которые говорили Что-то плохое Про него Что не нравилось Именно ему Забавно То чел Спермис Иди отсюда В натуре Не позорься Я всегда говорил Что ты позоришься Дурак Ты позоришься А почему так жопа горит Я не понимаю Дядя Как тебя там звали Я тебя забыл уже Скайлис Спермис Как тебя палубу назвал Ты че Ко мне в комменты Что Спермис Но все же Ты ведь новатор Сперма И пока он не перестанет Лизать Хуи Каждому второму блогеру Что мерзкий Лицемерная Мразота Лежишь Первому второму Да пошел ты Ты позоришься Ты подлизываешь А ты вообще лицемеришь Справедливости ради У него были Более менее нормальные предъявы В которых уже его не обвиняли Однако он Активно в этом обвинял Так допустим Бразер Саин Компани Он обвинил в том Что он мало того Что подлизывает Так он еще и стилер В свои сборки заливает Правда И это он никак не доказал Не подтвердил А кому это надо Спрашивается Ведь схавают же Схавают И в самом деле Схавали Причем Несколько раз И от разных людей Что достаточно забавно Здарова всем С вами я Женя И как вы поняли По названию Сейчас будет Разоблачение Канала Бразер Саин Компани Скачал его сборку Из ВК Из группы ВК И когда он Заключается в том Заключается в том Что он Кидает людей На деньги Спросить Как он кидает людей На деньги Я вам скажу Легко Он может посмотреть Разоблачением У Чучка Заключается в том Заключается в том Заключается в том Дома Чисто Чтобы Собрать просмотры Подписчиков Лайки И так далее По сути Правильно делает Набирает популярность Он все делает Это красиво Может у него Не супер профессиональный Микрофон Но он делает Все приятно Делает все красиво И главное Очень тщательно Доставляет информацию Есть много причин Того Почему же все таки У Ярика Так резко Изменилось мнение И все они Описаны В дичайших Подробностях В разоблачениях Этого самого Ярика Ну вернее Разоблачение На Бразерс Инкомпани А делает Ты их Ярик Но вот Основная претензия Была какая То что Бразерс Инкомпани Кинул кого-то На рекламу Внимание На экран И наш список Стартанет Сначала Плохая сторона Ютуберов Первая Это же конечно же Кто Пишите в комментарии Если вы угадали Ну конечно же Бразерс Инкомпани Наша история С Бразерс Инкомпани Еще началась Давно-давно На Гранд Роллэплей Когда он Впервые там Играл И как-то так Получилось Что мы даже Вместе засняли Ролик Он у меня есть На канале И вроде бы Вова показался Мне хорошим парнем Это наверное Был самый первый Такой своеобразный Друг на Ютубе Но к сожалению Кто бы мог подумать Что спустя Столько времени Он уж сильно Испортит свою репутацию Как минимум В мою сторону То что он Которые у него Покупают рекламу Грубо говоря Короче он их кидает Как бы вы там Не говорили Не защищали его И сам себя Он не защищал Он кидает людей На рекламу И окей Кидает не кидает Но по сути Я подумал И он делает себя Настоящим чмошником Я никакого уважения Он к себе не вызывает Поэтому отношусь Я к нему Крайне отрицательно И может он Как человек Хороший в жизни Возможно Но никому не пожелаю Иметь с ним дело И брать у него рекламу Ну вы понимаете Брулев буквально Презирает людей Которые кидают Кого-либо на рекламу И в случае С Бразерс Инкомпани Он мог сказать Все что угодно Но допустим Он ненавидит людей Которые заливают Стилировой сборки Ну или там Я ненавижу людей Которые подлизывают Это все подходит К Бразерс Инкомпани Если верить заявлениям Брулева В его разоблачениях Причем в начале Он так хорошо К нему относился Он даже ролик С ним совместный Заснял на Гранд РП Он сам об этом сказал В ролике про отношения К самым ютуберам Он уважал его Рекламу И все Вот просто все Дружбе Каким-то притиским Или деловым отношениям Просто конец Но посмотрите сейчас Вот сюда То есть Я правильно понял Кидала Ненавидит кидал За то что тот кидает И тут лично Я могу найти только Два объяснения Всему этому пиздецу Либо Брулев считает Что он-то никого не кинул Потому что он классный Это вполне может быть Хочу напомнить Он считает Что и не подлизывает Никому Либо Те ролики На Бразерсенкомпани Он записывал Не потому что Ему хотелось Какую-то Справедливость Восстановить Заступиться за людей Которых якобы Кинули А просто Словить хайп На популярной Тогда теме Разоблачения Словить просмотры И многое другое На что же готовый Это обезьяна Ради нескольких Сотен лайков Или нескольких Тысяч просмотров Это Не человек Это чудовище Придать своего друга Своего приятеля Ради просмотров И подписчиков Это Высшая степень Морозодства А что Совершенно Неплохо Сначала выражать Дань уважения Говорить что он В принципе Снимает достаточно Годно В своем ролике А потом Ради просмотров И подписчиков Сука Придать его Просто Блять Придать своего друга А он Он Тебе Доверял Даже Если посмотреть На переписки Которые Ты Сливаешь В своих Разоблачениях Он Пишет Тебе Как Другу Как Приятелю Ты Принял Доброту За слабость И принялся Унижать Слабого Ну конечно За тебя Весь Сам Ютуб Ну или Почти Весь Сам Ютуб За тебя Вся Аудитория Сам Ютуба Бедному Вовочке Никто И Ничего Не Поможет Как же Ты Злорадствовал Наверное В тот Момент Смотрите Я Слил Его Он Теперь Никто Теперь Я Тут Кто А Все Это Ради Того Чтобы О Тебе Узнали Построить Карьеру На костях Для Брулева Это Не Считается Чем Зазорным С чего Бы Вдруг Но В самом Деле Инфантильный Маленький Ранимый Мальчик Дабы Не Обижали Его Он Решил Обидеть Кого Это Казалось Бы Что Стоп Хватит Закончили Стоп Игра Но Наш Дорогой Мальчик Слово Стоп Не Знал И Клепал Ролик За Роликом Про Этого Человека Даже Когда На Нашего Мальчика Уже Не Обращали Внимания Он Все Равно Продолжил Клепать Свои Разоблачительные Ролики Только Повод Дайте Да Он Если Честно И Без Повода Нападал На Уже Беззащитного И Слабого К тому Времени Человека Молодец Так Держать А Аудитория Малолетних Идиотов Которых Он Набрал Подбрасывала Масло В огонь Тем Самым Провоцируя И без Того Агрессивного Маленького Мальчика В своих Разоблачениях То Он Такой Сильный Но Тут Его Бросает Очередная Шлюха Причем По Полностью Его Виня Успех Так много Ассоциаций Связано С этим Словом Однако Исход Всегда Один Если Вы Спросите Жалею Ли Я Жалею Ли Я О том Что Предал Всех Знакомых И Друзей Жалею Ли Я В целом О том Что Я Сделал Я Отвечу Нет Теперь Я Богат И У меня Все Есть Все С чего Я Хотел Пустоту Внутри Меня Заполняют Материальные Блага Да И Во Мне В целом Не Осталось Уже Ничего От Того Кем Я Был Раньше Статья Она Зашла На Ура Редакция Мной Гордится Ну А Я Купаюсь В Роскоши Которые Сам Для Себя Организовал Я Счастлив Алло Ярик Ты спишь? Как только проснешься Немедленно Мне позвонить Кажется Против тебя Планируется Настоящий Заговор Я Серьезно Вы знаете Я Как Рассказчик Наговорил Уже на Несколько Десятков Минут Про Ролики На Его Канале И Совсем Упустил Из Виду Стримы Хотя Именно На Стримах Проявляется Все Его Настоящая Сущность Тут И Эмоции Настоящие И Кривляние Почти Ненаигранные И Прайс Стоп Что Прайс Кривляние Эмоции Давайте Поподробнее Так как Ролики У нашего Пациента На его Канале Наберут В среднем От Пяти До Тридцати Пяти Тысяч Просмотров Если Это Не Какая Хайповая Херня По Типу Купил Аккаунт Продал Аккаунт Задонатил Стример Или Там Какая Нибудь Коллаба С Одно Слово В пятнадцать Секунд Наберет Просмотр Главное Просто Правильно Оптимизировать Ролик И Сделать Красивое Превью Так Как Наш Самовлюбленный Высокомерный Инфантильный Нарцисс Не Обладает Харизмой Или Каким Нибудь Прочим Ораторским Качеством Он Решил Преуспеть Там Где Все Это Либо Не Имеет Значение Либо Имеет Но В малой Степени Неоднократно Доказывают Его Прямые Трансляции В этом плане Я его Поддерживаю Более того Я прорекламирую Его канал Если Основной Не будет Разблокирован Я считаю Кому Прореклами 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 Сейчас Биздел Я про себя Это Я беру В аналог Это Моя Туса Моя Дима Уебатор Присравни Со своей Трусой И поймешь Что здесь Блять Класс Мы Кто здесь Класс Кто здесь Класс Кто здесь Класс Это Мы Я стою На танцпол И пою С двоею Мамой Ангел Касада В своем ролике Но Вот ведь Забавная Ситуация Кривляется Он Или Включает Дурака Только Тогда Когда Идет Какой-то Неприятный Лично Для него Момент Коверзный Вопрос Или В целом Неприятной Информации Про него Или Кого-то Из Его Окружения Которую Он Никак Опровергнуть Не Может Подлизыванием Долоренди И Подлизывание Долоренди Где Это Делается Специально Дабы Отвести Внимание От Общей Важной Темы Которая Была Затронута Ранее Мной Или Кем-то Еще В ролике Дабы Люди Обратили Максимальное Внимание На Него Абсолютно Позову Бо То Что Там Говорили Этакий Психологический Прием Которым Пиздоболы Овладевают Сами По Себе И Если Он Смотрит Этот Обзор В Первый Раз У Себя На Стриме То Скорее Всего Такая Реакция Была Уже Неоднократна А Если Он Смотрит Это На Стриме И Такой Реакции На Во Всех Социальных Сетях В Том Числе Там Ютуб Инстаграм Ну Я Думаю Вы Знаете То Ему Просто Банально Нечего Сказать Значит Я Попал В Самое Сердце Также У Нашего Дорогого Друга Которым Он Несомненно Мне Станет После Просмотра Данного Обзора Да И Я Для Него Другом Также Стану Я Думаю У Него Как И У Многих Проституток Твича Есть Прайс Лист Прайс Блять Лист И Как Вы Думаете Что За Услуги Он Предлагает Донатерам Которые Вдруг Зайдут На Его Стрим Вы Готовы Ну Вот Допустим За Каких Ты Несчастных 900 Рублей Можно Испугать Стримеры И Было Бо Неплохо Если Бы На Этом Все И Закончилось Но К Сожалению Или Счастью Это Не Все За 30 Тысяч Рублей Мы Можем Заказать Себе Вернее Ему Сигну На Жопе Значит Смотри Бухлев Мои 30к Тебе Уже Поступили Написать На Жопе Да Подожди Ты Не Прибивай А На Правой Булке Пишешь Вход Здесь И Стрелку Влево Ну А Это Все Ну Почти После Этого Фоткаешь И Всю Эту Хуйню Отправляешь Своей Матери А Это Зачем Чтобы Знала Какого Долбоеба Вырастила И Впредь Прежде Чем Ебаться Сифозными Бомжами Ну Знала Какой То Минимальной Контрацепцией Ну Или Уж На Крайняк Об Аборте Ну Не Такой Уж Он И Дорогой А Можно Не Надо И Только Попробуй Не Выполнить Я Твоей Мамаке Тогда Такую Кредитную Линию По Самой Гланды Оформлю У Нью Из Дебета Все Повыпадает Будь Уверен Но Если Вы Думаете Что Это Апогей Пиздеца То Я Вас Расстрою Ведь За Всего Каких-то Шестьдесят Тысяч Рублей Вы Сможете Получить Татуировку Из GTA Самп Со Своим Именем Прямо На Теле Ярослава Брулева Я Понимаю Что Расчет Сделан На То Что Его Смотрят Малолетние Дебилы И Таких Денег У Никогда В Жизни Не Будет А Даже Если И Будет То Они Явно Не Смогут Потратить На Донат Какому То Стример Но Что Же Все Таки Будет Если Найдется Такой Человек Который Задонатит 60 Тысяч Рублей Что Будет Тогда Эй Саша Белов Или Как Тебя Там Зовут А Меня Не Зовут Я Сам Прихожу Да Это Уже Не Важно Мои 60 Тысяч Рублей Уже У Тебя Я Хочу Тату Из GTA Samba Вот Посмотри Какой Эскиз Я Разработал Интересно Конечно А Че Это Значит В Каком То Смысле Что Это Значит Тебе Как Заядлому Самперу Стыдно Не Знать Это Логотип Одного Из Популярнейших Серверов Samba 037 Кончал В Мать Брулева Ролеплей Который Обозначает Только Одно Не Поргнусь Под Разоблачителей Вау Круто Шлюха Напиши Его На Лбу А Вот Этот Логотип Нужно Набить Прямо На Спине И Хватит Лишних Слов Скорее Выполнить Мои Указания Верная Шавка И Нам Остается Только Догадываться Насчет Того Что Будет Дальше Что Дальше Придет В голову К Этому Долбоебу Если Честно То Мне Даже Страшно Представить Хей Брулев Я Копте После Чего Отсосать Своему Себе После Чего Сдохнуть И Все Это Тебе Нужно Будет Сделать За Время Двойного Сальто Который Ты Делаешь В прыжке И Одновременном Приседе На Обратной Стороне Луны Вы Знаете Я Так Много Сказал Про Прошлое Брулев Ведь Именно В Прошлом Этого Человека Кроется Настоящая Его Сущность 2019 Года И Наверное Сейчас Уже Нужно Перейти К Настоящему Ярославу Брулеву К Ярославу Брулеву В 2019 Году А Не к чему Там Переходить Ничего Не Изменилось Он Как Был Лицемерной Инфантильной Мразотой Так И Остался С годами Только Подтверждая То Что Без Помощи Других Ютуберов Набрать Просмотры Он Не В Состоянии Без Сделать Он В Принципе Никому Не Интересен Именно Это Доказывает 10 Тир 15 Тысяч Просмотры Влогов И роликов О себе На Его Канале Он Абсолютно Никому Не Нужный Бездарный Клоун Который Только И Может Кривляться Жаловаться И Огрызаться К Большому Сожалению Ангел Касада В своем ролике Я Скажу Тебе Что Я Ебал Твою Мать И Всех Кого Только Могу Мне Вообще Поебать И Этот Мой Ролик Этот Мой Обзор Это Не Какой-то Лекарство Не Какой-то Целебный Эликсир Не Панацея От Всех Болезней Мол Вот Твои Главные Ошибки Исправь И Ты Станешь Лучше Вовсе Нет Я Абсолютно Точно Презираю И Ненавижу Брулев Всеми Фибрами Своей Души Мне Данный Человек Абсолютно Неприятен И Каждый Отсмотренный Мною Его Ролик Оставлял Лишнепоправимый Ущерб Моей Психике Ничего Нового Или Уж тем Более Полезного Из Человека Отдаленно Похоже При этом Всячески Пытающийся Научить Меня Как жить Научить Brothers In Company Как жить Научить Скайлиза Которого Нынче Уже Не Существует Как Жить Нужно Что Нужно Делать Что С Таким Контентом Или С тем Что Вы Заливаете Стилеры Или С тем Что Вы Делаете Это Вы Не Продвинетесь Что Разоблачение Или Какую Либо Критику Делать Плохо Что Нет Никакой Малейшей Дырочки Что Из Меня Может Что Получиться Хорошее Или Популярное Ведь Он Всегда Так Жаждал Стать Популярным И Уже Подумал Что Все Вокруг Такие Как Он Но На Это Я Могу Сказать Тебе Только Одно Лучше Я Сдохну Ебучим Ноунеймом Чем Прославлюсь И Стану Тобой Ну И Это Еще Не Все Не Так Давно Наш Дорогой Творец Ушел С Резоны С Пожалуй Самого Адекватного Проекта На 2019 Год И Как Вы Думаете Куда Столь Достопочтенная Персона Могла Уйти Разумеется На Гранд РП Который Несколько Раз Уже Надоедал Но Мы Знаем Как Обычно Проекты Надоедают Стали Меньше Платить А Возможно И Вовсе Перестали И Вот Тут Уже Казалось Бы Неплохой Интересный И Перспективный Проект Оказывается Вдруг Не Таким Уж Интересным И Перспективным Вдруг Осознается Что Он Наскучил И Нужно Бы С Него По Быстрому Свалить Ну Как По Быстрому Вы Все Знаете Как Это Обычно Делается Голосование За Лучший Проект Смотр Результатов И Вот В Некоторые Разы Особенно В Последние Без Голосования Но Что Ж Сейчас Что Ж Сейчас В 2019 Году Что В 2019 Году Какое Оправдание Перехода На Этот Раз Что Случилось Да Ничего Просто Наш Другой Друг Сначала На Стене Вроде Как С Хохотом Спросил Играли Бо Вы На Моем Проекте В GTA Сам При этом Уверяя Всех Что Свой Проект Создавать Он Не Будет В Том Числе И Менеджер Резоны Который Также Убеждал Игроков Что Ну Вроде Как Все Будет Хорошо И Ярослав Не Собирается Никуда Уходить А Потом Вдруг Узнается Что Он Уходит На Гран Трп Как Ж Так Спросите Вы Да Все Просто Или Нет На Этот Раз Он Решил Попробовать Себя Чего Блять А теперь Сука Ты Толстая Держи Прям Просто Вот Где Давай Я Прям Не Поленюсь Скотина Ты Ебаная А А теперь Держи Пикапы Ждался 10-15 Секунд Надо Убрать Госстоимость Можно Убрать Эксклюзив Добавить Новую Систему Полностью Всю Расписал Контейнеры Вход Входы Парковка Система Интерьеры Полностью Весь Текст Покупка И В принципе Сама Фотография Моего Маппинга Соси Челеникс Поэтому Таксист Еще раз Обосрался И Я Не Оказываю Влияния Понял Базару Нет И да Можете Не смеяться Брулев Серьезно Вот Прям На полном Серьезе Считает Что Скидывать Свои Хотелки Основателям И Разработчикам Проекта Это Все Равно Что Быть Основателем Разработчиком Проекта Вау Но С ним Уже На Десятой Минуте Обзора Было Все Более Менее Понятно Или Вообще Все Понятно Меня Больше Интересуют Создатели Разработчики И Кураторы Гранд РП Это Ж Как это Забавно Получается Когда Все Хейтят Аризону Можно Тоже Похейтить Да Даже Когда Все Не Хейтят Аризону Когда Все Уже Настроены К ней Лояльно Допустим В 2017 Году Когда Даже Сам Данил Гереро Признал Что Аризона Изменилась То Почему Гранд РП Не Похейтить Но Правда Ж Вот Ведь Они Пидорасы Несмотря На Все Разблачительные Ролики Спустя Такое Время Выкарабкаться И стать Топ Одним Проектом В Сам Вот Это Они Пидорасы Но Зато Когда К нам На Сервер Переходит Аудитория Дмщиков И Игроков В Казино С Аризона Это Если Что Прямая Цитата Из Теста На Официальном Сайте Гранд РП Который Просуществовало Какое Это Время То Можно И Аксессуары В виде Висящих На Спине Гитар И Прочих Вещей Интервера К себе На Сервер Переписать Можно Игроков Дмщиков К себе На Сервер Пригласить На Официальный Сервер Брулева На Котором Он Является Основателем Мне Порой Кажется Что Разработчик Гранд РП И Брулев Они Они Нашли Друг Друга Два Что Же Можем Пронаблюдать Сейчас Сервер На Котором До Прихода Брулева И Несколько Недель После Прихода Брулева Да И Не И И И Прямо Сейчас Активнейшим Образом Накручиваются Самые Настоящие Боты Вы Не Ослышались Реальные Боты На Сервере На Котором Красные Отмены Продают Верты На Сервере На Котором Играют Игроки До Онлайна Хотя Бы 500 Человек Не Говоря Уже О Проекте С Двумя Другими Серверами Забавно Еще Смотреть На То Как Гран Трп Презентует Свои Обновления Мол Такого Вы Еще Нигде Не Видели На Деле Имеет Тупую Копирку С Аризона Гран Трп Является Калькой Уже Успешных Серверов С Которых Активно Пиздит Системы Больше Всего Конечно С Аризона Которую Так Презирает Я не Пиар Менеджер Я Самый Главный Ребят Поэтому Я Говорю Заходите Ко Мне Ребят Давайте Представляете 440 Онлайн Давайте До 500 Дожмем В Многих Серверов Что Он Только Не Расскажет Лишь Бы Преданных Подсосов Не Потерять Не Так Либ Рулька Ведь Ты Сам Знаешь Что Без Вот Этих Самых Подсосов Ты Ну Абсолютно Никто Кто Ж Дизлайки Будет Разгружать А Кто Ж За Тебя В Конфликтах Топить Будет Ну Не Так Либ Забавно Что Его Прочем Выбрал Послать Всех Недовольных На Три Веселые Буквы Ну Что Как У Тебя Открытие Как Сервер А Как Основатель Нормально Хорошо Все Надеюсь Что Ты Счастлив Надеюсь Что Ты Рад И Ни О Чем Не Жалеешь Ну А Вам Могу Сказать Одно Брулев В скором Времени Когда Онлайн Упадет До Ужасающих Отметок Уйдет Уйдет С Гранда На Аризону Куда Его Конечно Ж Возьмут Брулев Как Обычно Продал Свою Малолетнюю Тупую Аудиторию Причем Аудитория Настолько Тупая И Настолько Маленькая Что Она Даже Этого Не Поняла Сколько Людей Задонатили В день Открытия Сколько Людей Обломалось На Открытии Сколько Людей Обломалось Впоследствии Забавно Заблюдать За Детьми Которые Просят В долг Дабы Задонатить Скажи Мне Ярослав Как Ты По Ночам Спишь Нормально Дети В долги Влезают Из-за Тебя Потому Что Думают Что С ними Честен Ты Что Ты С Ними Откровенен Что Явно Не Будешь Злоупотреблять Их Доверием И Просто Рубить На Их Доверчивости Деньги Они Верят Тебе И Поэтому У них Даже В мыслях Нету Что Сервер Допустим Может Закрыться Что Наглые Админы Могут Забрать Бизнес И Продать Его За Реальные Деньги Другим Людям Более Богатым Что Ты С Сервера Никогда Не Уйдешь Ведь Они Не Знают Что До Этого Ты Уже Не Однократно Уходил Закрыв За Собой Дверь Но В Наконец Таки Самому Себе В Том Какой Же Ничтожество И На Что Неспособное Животное Ты Думаешь Что Свой Сервер Открыть Это Подобно Обычному Переходу На Него Нет Тут Все Намного Серьезнее Друг Мой Хотя Какой Ты Мне Друг Уебок Я Желаю Чтобы В Будущем Тебя На Ебали На Все Деньги На Которые Ты Сейчас На Обрата На Аризону Ну Или На Любой Другой Проект Который Предложит Те Деньги Ведь Ты Даже Не Понимаешь Масштаб Своих Действий Ты Даже Не Представляешь Скольким Людям Ты Нанес Непоправимый Ущерб Приятно Оставаться Уебок Все Проснувшись Я Вдруг Осознал Что Это Был Сон И Пустота Незабита Да И Я Конченый Урод Вместо Богатств Получил Лишь Новые Проблемы И Новых Врагов Если Б Можно Было Все Исправить Я Я Б Сказал Привет Это Снова Я Ты Еще Не Проснулся Соня Кстати Я Почитала Тую Статью По Содержанию Неплохо Правда Вот Название Говно Разоблачение На сайт Ты Как Это Вообще Придумал В общем Как только Проснешься Позвони Продолжение следует...